Здравствуйте, друзья. Я представляю компанию Amiga. Руководитель лид-мобильной разработки. Хотелось в начале встречи задать этот вопрос, но тем не менее, а кто вообще коммерческой разработкой занимается на Flutter? Коммерческой. Ну, неважно, то есть это заказная разработка или продукт какой-то. Продукт вы делаете, неважно. Так, коллеги, а кто учится Flutter? Учится Flutter. А кто думает учиться Flutter? Окей. Вам будет интересно, вам тоже будет интересно, вам будет особенно интересно. Так, смотрите, ну тут много говорю про Flutter. Соответственно, Flutter это кросс-платформа. Мы сделали интересный кейс, мы интегрировали нейронку непосредственно в Flutter приложение. Соответственно, немножко про себя, про нас. Меня зовут Тимур Моисеев, я уже где-то лет 20 занимаюсь разработкой. Последние 4 года активно и плотно подсел на Flutter. Теперь он у меня тут. Мне технология очень сильно прям вкатилась, что называется. Я пришел с дисктопа. У меня есть бэкэнд разработки, работая с реляционными базами данных и так далее. То есть, ну вот Flutter это прям до этого где-то, до Flutter я примерно год занимался к Самаринам. Потом пришла такая история, что появился Flutter, No Safety Production, все дела. И мы поняли, что это лучшее, что есть на рынке. Сначала думали React Native немножко попробовать, но поняли, что нет, не оно. Вот, и в итоге Flutter. Немножко про нашу компанию скажу. Компания Amiga – это молодая компания. За 2 года мы выросли где-то до 70 человек персонала. Вот. У нас есть крупные проекты, крупные клиенты. У нас есть свой канал, Flutter много. Рекомендую всем подписываться. Буквально сейчас вышла статья переводная. Flutter третьей версии, не Flutter, дарт третьей версии. Появились классы, силит классы. Ребята, кто учится, рекомендую это почитать, потому что это новое в дарте. И если вы с вич кейсами пользуетесь, это прям вот must-have, что называется. Также мы там публикуем разные кейсы, которые выпускаем, делаем, личным опытом делимся, ну и делаем небольшие какие-то заметочки. Вот про эту конференцию тоже обязательно будут заметки в этом канале. Это ссылка на телеграм. Вот. Немножко захотелось рассказать про проект, который мы реализовали в прошлом году. Нам показался этот опыт очень интересный. Перед этим я расскажу немножко про… Это не первый проект с ML, который мы реализовали. Это третий проект с ML, который мы реализовали. Пару слов скажу. Предыдущие два. Вот. Наверное, мы одни из первых, кто это сделали на Flutter в нашей стране. Вот. Немножко про структуру проекта, про особенности реализации, как это с нативом, там были особенности под iOS. Ну, все, что смогу, все расскажу. Первый проект, он под NDA, который мы реализовали на Flutter, он был реализован через натив. То есть это приложение на данный момент, оно ориентировано на американский рынок, на европейский. На каждой платформе, по-моему, по около миллиона скачиваний. Вот у этого проекта. Это приложение для детей. То есть это, расскажу, как оно работает. У ребенка есть кубики Lego. Он их раскидывает на полу, делает фото. И там в течение минутки примерно ждет. Нейронка работает на устройстве пользователя. И она предлагает варианты, которые из этих кубиков могут быть собраны. Все дети просто в восторге. И это такой обучающий интерактив для ребенка, что, как, чего и почему. В чем тут особенность этой реализации? Для каждой платформы здесь своя обертка для ML. Значит, где-то полторы тысячи строк кода на нативе на андроиде. И примерно столько же на iOS. Это не то, что можно прям вот брать и вот в любой MVP проект простой поиспользовать. Это достаточно трудоемкий процесс. Тут в чем еще особенности? Нейронки отличаются. То есть все зависит от того, на чем написана нейронка. Если вы берете нейронку, которая как бы сделана на TensorFlow на Google, для Google, то как бы есть этот проект, о котором я буду рассказывать, это легко интегрируется. Если нейронки написаны на каких-то других фреймворках, то могут быть проблемы. Вот эта вот нейронка написана была достаточно давно, тогда еще не было TensorFlow для Flutter. Поэтому вот было выбрано такое решение. Но оно рабочее, проект выстрелил, и поэтому тут нет больших проблем. Еще один проект, который мы сделали, называется GetArt. Кстати, за него мы на Tagline взяли серебро и бронзу в прошлом году. Или в этом. Вот. Смысл в чем? Это, кстати, я не знаю, это был MVP проект. Не знаю, вышел он в продакшен или нет. Но у Эрмитажа есть похожее приложение. Может быть, это оно, я не в курсе. Смысл в чем? Ты идешь по музею, это такой электронный гид. Ты идешь по музею, наводишься на произведение искусства, он тебе выдает информацию об этом авторе, там какое-то сопровождение и так далее. Дальше можно уже к этому прикрутить какие-то сопутствующие истории, видит там похожие произведения, либо произведения автора и так далее. Тоже очень интересная штука, которая вовлекает людей в процесс. И такое отступление небольшое. Идеальное приложение – это то приложение, которое позволяет не просто помогать пользователю, но и вовлекает его в процесс решения его проблемы. То есть про геймификацию много говорят, но не всегда понимают, о чем вообще речь. И, собственно, то приложение, о котором я дошел до него, за него мы взяли три награды, два серебра и бронза, по-моему. Это своего рода магазин. Его нет в сторах, это тоже MVP, но оно у меня есть на телефоне. Все желающие потом могут подойти, покажу, как оно работает. Смысл в чем? Смысл идеи этого приложения заключается в чем? То есть мы все любим всякие блогеров смотреть, мы любим какие-то спортивные матчи смотреть, мероприятия, футбол, в конце концов, да, что угодно, фильм. Во всех этих историях… Ну, блогер, когда что-то рассказывает, допустим, он какой-то мерч свой предлагает, какие-то товары предлагает, книжки предлагает, еще что-то. Но если, допустим, ты это смотришь там на каком-нибудь видеохостинге, в Дзене, например, то там есть ссылочка внизу, да, типа вот, переходите по ссылке тренденден, у меня там свои какие-то эти штуки. Здесь немножко другая история. Ты смотришь, например, это с телевизора. Пользователь наводит приложение на телевизор, сканирует видеопоток, приложение распознает, отправляет данные на сервер, и тебе приходит список товаров, которые ты можешь приобрести. Ну, своего рода продукт-плейсмент, да, допустим, там. Или, если это, допустим, какой-то фильм, да, то есть на героях там надеты какие-то, не знаю, Джеймс Бонд едет на какой-то машине, ты не знаешь, что-то такое, хочешь купить, бах, вот у тебя Астон Мартин, покупай, если у тебя деньги есть. Или, допустим, спортивные мероприятия какое-то, часы какие-то, или вот, да, то есть мерчи, футболки там для этих, для болельщиков и так далее. То есть вот такая история. К нам пришел заказчик и говорит, слушайте, мы хотим крутую историю. Вот если я вам в первом приложении говорил, да, то есть для детей с лего, то там статичная картинка. Ты наводишь раз, и там крутятся там анимации всякие разные, типа вот идет обработка. Здесь у нас такой роскоши нет. То есть у тебя идет видеопоток, и твоя задача уложиться в 3 секунды, чтобы считать и получить ответ сервера и уже выдать какой-то список товаров, чтобы пользователь мог этим оперировать. То есть приходит клиент и говорит, хотим сделать так, чтобы работало все очень суперотзывчиво, супербыстро, высокая скорость реакции. Пожалуйста, помогите. Мы говорим, блин, говно вопрос. Никогда такого не делали, но вот опять. Но получилось. Это забегая вперед. Метрики приведу. Чем мы пользовались? Какие инструменты мы использовали? Мы использовали Teflate Flutter и Teflate Helper. Но и камера. То, о чем Саша рассказывал вначале. Классическую библиотеку. Но Teflate Helper, он закончился. Дело в том, что я это приложение делал, получается, год-полтора назад. Вышла новая версия. Более простая, более легкая. Отлично переваривает нейронки TensorFlow. Все работает. Поэтому пробуйте. Я сейчас чуть попозже покажу, как мы это легко реализовывали. Прямо все прекрасно заходит. Это пример кода. Как это происходит интеграция на андроиде. Значит, смотрите. Здесь куча параметров. Я вам про это ничего не скажу. Как это происходило. Вот их можно выкинуть, на самом деле. Они в расчетах. Для чего мы их делали, для чего мы их подбирали. То есть сидел, допустим, с одной стороны я, с другой стороны сидел парень, который занимался компиляцией этих нейронок. И мы с ним подбирали параметры для того, чтобы уложиться в регламент скорости обработки изображений. Потому что у нас была задача, обработка одного кадра должна занимать… То есть если мы должны уложиться в 3 секунды, то мы один кадр… Парни посчитали, те, которые нейронками занимались, что для того, чтобы получить максимально точный результат по выборке, мы должны обработать 6 кадров. То есть если мы это делим на 3 секунды, то вот считайте, да, то есть где-то полсекунды у нас на обработку одного кадра. Соответственно, мы подбирали определенные параметры, чтобы уложиться в там 150-100 миллисекунд на один кадр. Но дальше еще сложнее будет, потому что на самом деле на устройстве пользователя работает две нейронки. И они две должны отработать за это время. На iOS у нас были проблемы, потому что на iOS вот этот фреймворк TensorFlow не работает на GPU-чипах. Кто знает, что такое GPU-чипы? Для остальных говорю. Смотрите, у вас в процессоре есть два вида чипов. Ну, упрощенно два. CPU-чипы и GPU-чипы. GPU-чипы, они адаптированы, ну, по сути, это видео, да, этот видеопоток, видеокарточка, GPU, графический чип. Они адаптированы для работы нейронных сетей. То есть нейронки на них работают быстрее. Так вот, на iOS, под iOS-устройство у нас не стартовала работа нейронки на GPU-чипах. Только на CPU. То есть происходило падение. Мы долго копались. В результате нашли ищу. Вот ссылочка на GitHub. Как это решение. Нам пришлось перекомпилировать TensorFlow под то, чтобы у нас происходил старт на Metal, на GPU-чипах под iOS. Где-то у нас, ну, где-нибудь мы повозились, может быть, два, 4 гигабайта, развернули фреймворк, для которого это TensorFlow собирает, пересобрали и все отлично заработало. Видите разницу? Интеграция на iOS, на Android у нас и на iOS. На iOS все гораздо проще. Но особенность, прикол еще в чем. Значит, на iOS мы тестировали на iOS 12, на iPhone. А на Android, хотя нам заказчик говорит, меня не интересует Android рынок, чисто под iOS давайте. Но мне было интересно чисто для себя. Короче, под Android это тоже работает великолепно. Устройство это было Xiaomi Redmi 8, вообще не флагман ни разу. Ну, то есть цена там iPhone 12 и цена там этого Redmi 8. На тот момент он там где-то 12 стоил и там 80 тысяч этот iPhone 12 тогда был. Но при этом скорость, скорость работы, ну, это вот пример, как под капотом этот на метле происходит, работа под iOS, запуск модели. Вообще тут кода практически нет. Сейчас немножко мы к этому вернемся. Метрики вам покажу. То есть скорость, в чем тут интерес? Значит, запуск приложения, на старт приложения, ты когда вот стартуешь приложение, да, на CPU чипах оно растартует очень быстро. То есть полторы секунды iOS, три секунды на Android. Если мы подключаем интеграцию на GPU чипы, у нас Android стартует около 20-30 секунд. Здесь примерное время, потому что в зависимости от, как бы, несколько было итераций для того, чтобы метрику снять. И надо понимать, что это тестовое устройство, никаких игр, никаких параллельных процессов там нет. Но при этом старт, видимо, какие-то операционка внутренние процессы делает, то скорость запуска плавает. И вот в среднем я вычислил, что где-то на Android 20 секунд на GPU чипах стартует, на iOS примерно 4 секунды. Вот здесь вот разница во флагмане, она видна. То есть чипы, они, конечно, имеют значение. На CPU чипах это все быстрее. Но скорость обработки изображений, то есть, там еще раз, там две нейронки было, да? То есть обработка, скорость обработки изображений на GPU у нас сильно быстрее. Это у нас CPU, по-моему, да? А вот GPU. То есть скорость обработки двух нейронок на GPU, видите, да, то есть в сумме у нас на iPhone это прям хорошо. Но в сравнении с Android, ну, то есть это не такая кардинальная, то есть это не на порядок. То есть, поэтому если берете нейронку, зашиваете ее под Android, будет тоже отлично все работать. Кстати, вот пример Саша рассказывал, когда у них там эти баркоды распознаются, да, там же тоже нейронка работает на тех же самых GPU чипах. Просто они это в фоне все зашили, чтобы этот старт не был так заметен. И все отлично работает. Вот. А на CPU чипах тут, конечно, большая разница. Так вот, возвращаясь к нейронкам, какие работают. Было две нейронки. Одна нейронка, почему две? Значит, парни, которые обучали нейронной сети, они сказали, смотрите, если мы просто снимаем экран, то высока вероятность ошибки. Первое. Мы должны вырезать из того, что попало в кадр, сам непосредственно телевизор. Ну, телевизор или этот ноутбук. Соответственно, у нас одна нейронка занимается тем, что она вырезает изображение. И затем мы это вырезанное изображение передаем во вторую нейронную сеть, которая уже непосредственно на устройстве пользователя строит вектора. То есть она создает целочисленную матрицу, по-моему, 500 на 500 значений. И мы уже вот эту матрицу передаем, так называемый вектор, мы ее передаем на сервер. И это распознавание одного кадра, чтобы вы понимали. И это все отрабатывает за 150 миллисекунд в сумме. Получается, что задача уложиться в эти сроки решена полностью. Вот так выглядит схема, как это происходило. То есть мы… Значит, имидж – это, собственно, непосредственно вырезание происходит. Затем мы б-бокс – это мы отправляем, строим вектора. И наша задача – создать вот этот массив с шести вот этих матриц. Но в реальности работает немножко по-другому. То есть мы получаем значение по одному кадру, отправляем на сервак. Здесь же мы получаем значение по второму кадру. И эти два кадра складываем, отправляем уже второй запрос с двумя кадрами. У нас не было задачи оптимизировать запросы. Задача была работать на скорость. Поэтому параллельно мы пуляем туда запросы на сервак. Когда нам первый раз сервер ответил, что у него есть решение, соответственно, он нам присылает список товаров. Все, значит, работа закончена. Мы все оставляем, остальные ответы сервера игнорируем. Все, мы победители. Вот примерно так это работало. Ну, итоговые метрики я уже показывал. А вот так это работает на CPU-чипах. Очень все медленно. CPU, конечно, на андроиде, если это не флагман, сильно страдает. То есть 6 секунд на обработку – это прям сильно плохо. На айфоне где-то полторы секунды. Ну, в принципе, как бы прям заметно, что GPU – это тема. Вот. И, в принципе, задача была решена. Что вам еще сказать? Флаттер много? Наверное, все, что мне… А, давайте по интеграции я вам покажу. Смотрите, запуск модели очень простой. Если… Ну, то есть я к чему все это? Я немножко вывода хочу подвести. Если у вас есть какое-то приложение, которое вы хотите интегрировать нейронную сеть, смело берите, делайте. Есть огромное количество вариантов в сети, доступных, общедоступных нейронок, которые вы можете взять и использовать у себя в проекте. Я вам скажу, это будет киллер фича. Флаттер позволяет это сделать. Да, там придется повозиться вот с этими настройками, GPU, CPU, вот это вот все. Но это работает. Это работает из коробки. Это работает хорошо и стабильно. Если вам там критично значение вот этих, там, чтобы там у вас на IOS, подметал, вот эти вот, исходя из нашей постановки задачи, то можно опять же найти решение. Но для пробы, для какого-то старта показать заказчику или пользователям, что это круто. Блин, ребят, берите, берите, делайте. Вот что я хочу сказать. Все есть, все доступно. Инструменты интеграции решений на Flutter существуют. Вот мой главный посыл. Берите, делайте, ничего не бойтесь. Flutter – это круто. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да, подписывайтесь на наш канал. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы вон из зала из конца. Я так понимаю, что все нейронки, которые вы использовали, ну, в общем-то, все приложения, они завязаны на распознавании чего-либо на картинке или на видео. Нет. Ну, лего, товары. А, ну, лего, да. Лего – это нейронка на устройстве, которая распознает объекты и уже там… Нет, я имею в виду, мой вопрос, собственно, в том, а есть ли какие-то примеры, связанные с чем-нибудь другим, кроме распознавания? Например? Чат, GPT. Ну, вы знаете, как чат, GPT работает? Ну, догадываюсь, но тоже модель на самом деле… Она не на устройстве пользователя, никогда в жизни не будет работать. Ну, хорошо, не чат, GPT, но вообще в целом какие-то другие модели, которые завязаны не на распознавании, а, например, не знаю, ну, опять же, те же помощники голосовые, например, какие-нибудь. И это тоже не сторона пользователя. Ну, то есть таких примеров вообще нет, и, в принципе, единственное применение – это распознавание. Смотрите, у нас есть пример с беспилотниками. Там нейронка работает на серверной стороне. Я сейчас привожу пример, когда вы можете эксплуатировать ресурсы пользователя. Почему? Это пипец как дешево. То есть вы эксплуатируете ресурс устройства пользователя. Вам не нужно сервера растить. Нет, это я прекрасно понимаю. Вопрос-то не в этом. Вопрос как раз таки в том, ну, кроме распознавания ресурсов пользователя, для чего-то еще можно эксплуатировать, я имею в виду. Ну, тут бизнес-задача. То есть что хотите, какую идею придумаете, так и будет. Нам вот, ну, то есть мы же занимаемся заказной разработкой, у нас нет продукта. Вот это вот первый пример с приложением. Ну, вы пойдите придумаете приложение, которое скачает 2 миллиона человек. Я восхищаюсь только этим. Да, то есть это, ну, на дороге это не валяется. Тогда у меня еще вопрос тоже в дополнение. Вы там показывали Либу для работы с TensorFlow моделькой, да, насколько я понял. Я так понимаю, что там может быть любая моделька, в принципе, которую вы посчитаете, натренируете, и вы просто… Ну, то есть то, что по TensorFlow подходит, ну, то есть берете, интегрируете, и все, отлично, все разлетает. Понял, спасибо большое. То есть там, вот там как раз-таки нет каких-то ограничений, что это только там модели на распознавание, там любая модель может быть, да? Да, она должна быть скомпилирована на этом фреймворке. Посчитанная, да. Да-да-да. То есть она там сделанная, вы просто… Она подходит под этот… Ну, то есть это специальная гугловая библиотека. По-моему, два парня ее там запилили чисто для себя. Ну, и она работает очень даже хорошо. Ну, еще такой момент отступления, что если вы возьмете библиотеку, нейронку, которая прям вот… Ну, в сети их много, да? То есть вы, например, не умеете нейронки обучать, но очень хотите попробовать на Flutter это запилить. Находите в сети любую нейронку, которая под TensorFlow отточена, работает, берете, интегрируете в свой проект, все отлично. Если же у вас есть специалист, который умеет работать с нейронками, обучать их там, перенастраивать и так далее, вопрос еще проще. Ну, то есть вы просто говорите задачу, он вам под эту задачу делает нейронку, да и все. Проблем нет. Просто не у всех есть возможность именно вот нейронку обучить, переобучить, там, переделать ее как-то. Не все умеют. Спасибо. Еще? Спасибо за докладу, очень интересно. Мой вопрос связан с тем, что поиск по фото, то есть условно, или по видеопотоку, он ведь уже существует. То есть от Google есть такой что-то подобное. Это не поиск. Здесь смысл в другом. На сервере есть ключи видеопотоков. Ну, то есть есть ответ, есть пользовательская часть, есть ответная часть. То есть задача нейронки – не распознавать образы. Задача нейронки, вот в данном конкретном примере, распознать видеопоток. Ну, то есть что мы сейчас смотрим? Мы сейчас смотрим футбол, интер-милан, или мы смотрим, не знаю, какого-то блогера. Нет задачи понять, а что одето на футболистах, а что говорит блогер, вообще не в этом дело. Задача – распознать видеопоток, идентифицировать его. Вот этот видеопоток, не знаю, фильм, не знаю, с ватой. А этот видеопоток – хоккей. И все. Но какой конкретно хоккей? Какая конкретная серия с ватов? Потом эта инфа уходит на сервак. Сервак понимает, что это вот про это, и отдает список товаров. Так вот. Так, спасибо за все это принесенное. А вы упоминали, что TensorFlow собирали, получается, просто на ПК, на Маке, ну, из ДК специально. Вы имеете в виду… А, то, что вот… Да-да-да, у вас там такое прям это… Не завелось, и мы такие… Вот это. Да-да-да-да. Перекомпиляция из ДК под метал. Да. А вы, кроме как, просто скомпилить что-нибудь не подкручивали в СДК там? Ничего нет. Вот здесь, в этом мышью, все подробно описано. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Какая-то есть проблема. То есть вот в библиотеке они же используют уже скомпилированный фреймворк. Но он не работает, там, на IOS, на метал, на GPU-чипах не запускаются нейронки, не стартуют. Ошибка эта вываливается, поэтому стартует на CPU. И вот когда мы перекомпилировали это под GPU-чип, и все отлично заработало. Не пробовали, а тюнить там, в том числе и перекомпиляция вот из ДК для андроида. Нет, не было такой задачи. Ну, то есть вот те метрики, которые я считал. Ну, во-первых, а зачем вы тюнить? Ну, смотрите, как мы тюнили. У них же таргет на IOS, потом пойти продать к Xiaomi, то же самое. Вот, андроид мы тюнили вот так. Окей. То есть мы андроид тюнили нейронками. То есть парни подкручивали, ну, те, кто нейронками, да, те, кто мне нейронки сделал, они подкручивали параметры внутри нее. И мне просто присылали, и мы вот за полдня подобрали параметры, при которых андроид нам выдает очень хорошие показатели распознавания. Ну, а можно примерно вот на вот этом Redmi добиться тех же, что там? Так, а мы добились. Он сейчас, он выдает, сейчас это что, это запуск, где-то был слайд, вот. Так, ну, там все равно, подожди, приличная разница. Ну, как прилично, ну, не в 10 раз. Обработка первой, ну, вон, там, ну, да, плюс-минус. Ну, а вы стоимость, сравните чипов Redmi. Да, 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 я понимаю. Посмотрите этих, эти, как я, ну, есть же тесты. Ну, все, вы продаете для андроида куда-нибудь? Ну, мы же продаем не андроиду, мы продаем контроль. Да, я понимаю. Есть заказчик, который говорит, я хочу вот это. Ну, у него же таргет туда, а вам можно еще куда-то продать? Ну, это риторический вопрос. Окей, все, отстал. Да, спасибо. Можно спросить насчет этого. Вот на современных телефонах используется несколько камер, то есть А2 как минимум, две штуки. И, например, попытаться их сплетануть, ну, с них сигнал и послать уже на сервер, как для, ну, или в нейронкуш, как для обрабатывания данного процесса. Их такой вариант рассматривали. Или вы брали именно снимок с этой камерой, объединенный со всех, и потом уже обрабатывали. А для чего? Ну, надо же… Нет, смотрите, как я понимаю, внутри снимка существует для того, чтобы именно в пространстве определить то, что мы снимаем как раз. То есть у нас есть первая нейронка, которая обрабатывает снимок, понимает тематику данного снимка и отправляет на сервер. А на сервере уже считаются те товары, которые могут появиться на данной нейронке, да? Ну, ровно так это и работает. И почему бы тогда просто за один снимок не взять, не сделать три кадра, то есть с первой камеры, со второй камерой, ну, и с третьей камеры, например, если она существует, и потом уже послать на сервер. Ну, потому что у тебя видеопоток — это процесс. Да. А три снимка — это все равно дискретная точка. Не, а на телефоне эти камеры расположены на определенной дистанции между собой, и тем самым можно, скорее всего… У тебя изображение плоское на экране. Ну, изображение на экране плоское, а камер три штука. Ну и что? Ну, мы берем… Они не будут отличаться. Это дублирующаяся информация одинаковая. Нет, я спрашиваю как раз насчет того, чтобы разделить сигнал с этих камер. Для чего? Сигнал один и тот же. Нет, изображение одно и то же, но оно отличается на миллиметр благодаря высокому разрешению. Я тебе только что сказал, у тебя видео — это поток. Это понятно. А разделяя фактически, ты мне показываешь дискретную точку одну. Это тоже понятно. Нет, погодите, а почему именно дискретную точку показываю именно одну? Ну, потому что у тебя три камеры снимают одну точку. Три камеры? Одну точку. То есть они именно наклонены так, чтобы… Они важны, это одна точка. А тебе нужно получить несколько срезов во времени. Так, то есть у нас камеры… У тебя нет такого, что одна камера смотрит в прошлое, одна в настоящую, другая в будущее? Нет, это понятно. Во времени у нас одна точка. Я говорю про пространство. То есть мы… Плоское изображение. Чтобы определить объект в пространстве… У тебя нету здесь проекции. Не, понятно. Я говорю то, что у нас три камеры позволяют нам как раз и определить объем. Дают нам объем. Где? На экране объем? Мы видим только как раз снимок с одной камерой. Объединенный. Нету на картинке объема. Я как раз и пытаюсь сказать то, что вот у нас есть три точки в пространстве, в которых находятся камеры. Да, и благодаря тому, что они потихоньку немного отличаются по миллиметру, они будут, как бы говоря, давать нам немного разные изображения, потом по разнице этих… Как правило, если три камеры в телефоне, то это условно обычная, макро какой-нибудь и ширик. И вот если ты эти три фотки совместишь все вместе, ты не получишь объем, там просто получится цифровая какая-то каша. И такой еще вопрос тогда. Вот первая, короче, нейронка, которая находится на устройстве, она на сколько классов рассчитана или она как-то по-другому определяется? Их там две, наверное, две на устройстве. Две. Две. Ага. А они обе работают одновременно. То есть одна нейронка определяет тематику изображения, да? Нет. Одна вырезает экран, а вторая уже по этому вырезу строит матрицу. Понятно. Давайте. А вот еще такой вопрос. Я не особо разбираюсь, но я слышал, что сейчас на современных телефонах, помимо GPU-CPU, есть еще NPU, наверное, то есть блок, который отвечает именно за просчет матриц, за нейронные вот такие схемки, да? То есть вот в камерах AI, он на вот этом процессоре обработывается. Вот можно ли как-то вот такую задачу или просто во флаттере как-то, ну, подобные задачи решать, кидая не на GPU, допустим, а на вот этот процессор? У тебя здесь нет выбора. Нет? У тебя есть, собственно, библиотека, которая реализована. Все. Ну, а другие библиотеки? Я не видел. Нет? Нативно, да. Ну, это вопрос… Ну, это вот тот самый метал, собственно, который приходится перекомпилировать. Я уже ответил. Давайте дальше. Наверное, мой вопрос будет немного странным, но все же мне интересно, почему вы выбрали именно флаттер для решения проблемы, для решения задачи, имея в виду, если задача изначально была под iOS и в ходе выполнения задачи возникали определенные проблемы с тем, чтобы запустить. Ну, проблема была только вообще не во флаттере, а проблема была в библиотеке. Мы ее перекомпилировали, решение есть, оно описано и работает, поэтому здесь проблем нет. А к тому же ты все равно, так или иначе, натив-не натив, тебе нужно иметь фреймворк, который будет работать с этой нейронкой. То есть ты TensorFlow, ты используешь в нативе те же самые библиотеки для нейронки. Почему был выбран флаттер? Ну, во-первых, мы на флаттере пишем, нам это было интересно. Во-вторых, там достаточно много анимаций красивых, и они работают. И так или иначе, проект это MVP, но он все равно предназначен для кросс-платформы. Вот и все. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что данные нейронки, они как бы у вас не обновляются, или у вас предусмотрено обновление, потому что нужно постоянно быть в контексте, как бы видео же разное, чтобы… А нейронки не надо обновлять? Не нужно обновлять? Нет, задача в другом. У тебя нейронка определяет ключ. Задача нейронки – определить ключ. И этот ключ сопоставляется с ключом на серваке. Вот и все. Поэтому база знаний находится на сервере. Вычисления находятся на клиенте. Все, понял, понял. Кто проблема? Да, Тимур, у меня вопрос. Получается, после получения видеопотока и отправки его на сервер, сервер присылает товары с конкретно данного видеопотока или с всего, так сказать, фильма или игры? Нет, товары… Ну, то есть, это уже задача сервера. Ну да, мне это интересно. Наша задача, ну, задача нейронки – определить ключ. А вся логика, какие товары при этом приходят по этому ключу, лежит на серваке. Ну, ты мне расскажи, как она происходит. Без понятия сервера не делал. Ты не проверил? Я тебе сервер не писал. Я к тому, что вот ты отслал видеопоток, и тебе больше товаров, чем на том видеопотоке пришло? Или же конкретно в этом видеопотоке? Я даже таким вопросом не задавался. Моя задача была какая? Чтобы была нейронка, которую ребята обучили, и чтобы она работала. При этом UI не лагал. Ну, то есть, UI должен работать независимо от того, распознаешь изображение, не распознаешь изображение. Работа должна быть все отзывчивее и быстро. Все нейронки мы запихнули в изолеты. Все это прямо в параллельных потоках все работает. Ну, я понял, в принципе, что это сторона сервера. Я думаю, может, ты знаешь, поэтому все равно спасибо. Ну, ключи нейронка определяет ключ. Ну, да, я понимаю. Вот. Какой она ключ определяет, это уже задача парней, которые эту нейронку обучили. Все? Еще вопрос? Еще вопрос. Спасибо. Тут возникла мысль. Слушай, а вот вы же погружались в этот мобильный TensorFlow. А он там прям какую-то виртуальную машину у себя запускает для запуска нейронки или как-то поглубже? Это все происходит. Поближе к железу, я имею в виду. Конечно. Ты стартуешь изолят. Так. У тебя в изоляте есть обработчик, который висит, ты его не останавливаешь. Ага. Потому что если ты его остановишь, то ты вернешься… Ну, к тем там… К запуску. Где тут эти секунды? К запуску модели. Да, да, да. К запуску модели. Ты вернешься вот сюда. Поэтому у тебя в изоляте вот это все крутится. Точнее, у тебя два изолята по факту. Для каждой нейронки свое изолята. Потому что они должны работать независимо. Каждый на своем потоке. А если сеть своя, ныне по TensorFlow, что делать? Ну, то есть это… Писать свой фрейм. Ну, писать на нативе полторы тысячи строк кода. Да. Но, наверное, что есть еще фреймворки под нейронки всякие разные. Здесь надо копать. Я прямо так не отвечу. Надо это просто биндинг для флаттера сделать, да? Если на нативе есть фреймворк, который может работать с твоей нейронкой, то ты да, ты можешь через платформу ченнел прокинуть с ней связь. И да, немножко через натив это работать. Опять же, если есть для этой нейронки фреймворк в нативе. Потому что если этого фреймворка нет, то тогда ты будешь писать огромное количество строк кода в нативе. То есть для чего нам нужен вот этот фреймворк для работы с нейронкой? Ну, чтобы избавить себя вот от этой писанины. Интересно. Окей, спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. И возвращаясь опять же к теме захвата видеопотока, хотелось бы уточнить. Получается, вы сказали, что для обработки одного кадра используются две нейронные сети. Одна для обрезки изображения, одна для его обработки. И у вас были очень жесткие требования от клиента по тому, как долго должен этот запрос обрабатываться. Рассматривали ли вы такой вариант, чтобы, допустим, со сканированием QR-кода сделать какую-то специальную форму, ну, то есть формочку какую-то, чтобы пользователь сам наводился и уже подтверждал выбор изображения. Что, наверное, снизило бы количество совершаемых ошибок и сократило бы время обработки. Спасибо. Мы справились. Мы справились и так. Да, хорошо. То, что ты предлагаешь, это ограничение. Понимаешь? Вот. Мы сделали так, что этого ограничения нет. И при этом работать все быстро, я отзывчиваю. Спасибо. Тогда такой вопрос. А можно же было использовать другие элементы кластеризации, например, или сегментации для того, чтобы как раз обрезать ненужные форматы? Что, в принципе, не потребует нейронку, которая очень много энергии жарит. А обрезать какие форматы? Ну, просто из-за картинки обрезать. А? Ну да, типа сам телевизор вырезать. Ну, попробуй сделать что-нибудь такое, не используя нейронку. Покажи. Попытаюсь. Скажите, а у вас размеры пока файла сколько в итоге весил? Больше 200 мегабайт? Нейронки плюс сам IPC? Сама нейронка, я тут приводил где-то размер. Нет, нейронка, да, вы ее загружали с сервера или она идет прям самим IPC-шкой? Где-то 200 мегабайт, да. Ого. Ну, тут нейронки плюс сам Flutter плюс всякие там навороты и так далее. Вот эти фреймворки. Фреймворк тоже там где-то около. Там на самом деле вот нейронки дофига весят. Плюс вот этот Flight Flutter фреймворк там где-то и плюс это самое ядро Flutter и вот это все дела. То есть с самого кода там чуть-чуть на самом деле, если вот чисто вот выжимку взять, там сложность высокая, но количество кода немного. Вот. Ну, и в сумме где-то около 200 мегабайт получается, да. Понял, спасибо. Все? Коллеги, спасибо.